Добрый день, дорогие зрители канала Садовый мир. Вот и начинается наш рассадный период. Помните, совсем недавно у нас на канале вышел выпуск, посвященный трем способам выращивания пеларгонии из семян. Мы посеяли семена пеларгонии на кипяток сухими и пророщенными. И посмотрите, результаты есть во всех трех способах. Поскольку они были растянуты во время, поэтому и рассада у получилась трех возрастов. Есть уже рассада с шестью постоянными листочками. Точнее, с шестым показался. Я уже рассаду распекировала в стаканчики. Есть рассада, которая у нас посеянная пророщенными семенами. Она, видите, тоже требует пекировки. Но малыши, которые мы сеяли на кипяток, посмотрите, тоже не отстают. Эффективно развиваются. Ничего, что они посеяны позже, они постепенно догонят. Напомню, в этом году мы сеяли пеларгонию зональную. Это карликовая замечательная пеларгония, которая будет ростом всего 10-15 см. Замечательная зональная пеларгония Мефисто Салман и вот такая Маврикс Карлик Пикате нежных розовых и лососевых оттенков. Будет еще белоснежная вот такая магия лета гибридная пеларгония, которую мы будем тоже бережно выращивать в контейнерах. Она у нас, кстати, тоже в рассаде уже присутствует. И вот такая замечательная плющелистная в наборе смесь сортов. А это значит, что пеларгония будет у нас много и разной. Поэтому мы сейчас занимаемся рассадой, чтобы потом у нас окрепшие кусты полностью подготовлены, товарные рассады. То есть это будут фактически уже маленькие растения после двойной, возможно, тройной перевалки. К концу мая мы их уже высадим в патио, на веранды, допустим, на какие-то полузакрытые площадки, где она у нас будет уже радовать первыми цветами. Именно поэтому мы и посеяли ее пораньше. Вот посмотрите, есть у меня рассада, которая находится в рассадных емкостях. И пора сделать перевалку. Как я занимаюсь перевалкой и пикировкой? Перевалка – это когда мы пересаживаем полную рассаду с целиком непотревожным почным комом из одного объема отдельной рассадной емкости в больший, например, объем. Вот, например, из стаканчиков 200 мл, вот такой саженец переедет в рассадный контейнер, например, 0,5 литра. А если у нас рассада растет в общей плошечке, и тогда мы будем отделять ее аккуратно, стараясь как можно меньше повредить корневую систему, вот это будет уже пикировка. Фактически перевалка-пикировка – это одна и та же манипуляция, только с небольшими нюансами. Что нужно приготовить для выращивания рассады уже на следующем этапе? Вы посмотрите, более старший у меня переехал в объем почвы грунта 0,2 мл. Этого вполне достаточно. Видите, очень эффективно развивается корневая система. Уже видно, что белые корни вышли на границу стаканчика. Переваливать в больший объем пока нет смысла. Пеларгония не любит большой объем почвы грунта сразу. Почему? Не берите сразу большой горшок, а следующую рассадную емкость увеличивайте объем примерно на один пальчик. Максимум, если судить по объему, 0,2 сменить на 0,5 литра. И потом у вас эта рассадинка будет жить в нем достаточно долго, до перевалки в горшок уже постоянного объема. Большой объем почвы грунта трудно контролировать влажность именно в рассадном периоде. Вы можете залить пеларгонию, она этого не любит. Она может вам простить небольшое подсушение почвенного кома, но не переносит застой влаги. Видите, мы попутно еще обсуждаем агротехнику дальше уже подросших растений. Сегодня у меня на очереди пикировка вот этих вот подросших пеларгоний. Это у меня пеларгония зональная. Что я для этого приготовила? Буду переваливать сразу вот в такие контейнеры объемом 0,5 литров, поскольку уже у саженцев появляется пятый-шестой листочек, и нет смысла перевалить вот в такой объем почвы грунта, чтобы рассе не посидела в нем буквально пару недель, освоила этот объем, и нужно будет лишний раз травмировать, дестабилизировать и пересаживать новый объем. Поэтому сразу буду брать вот такой объем. Сделала дренажное отверстие, на дно настелила слой агроперлита 1 см. Можете взять вот такой вермикулит, без разницы. Главное, чтобы у вас внизу была подушечка для впитывания избыточной влаги. И потом уже готовлю питательный почвосубстрат. У меня это... Видите, сколько это рассада? Я уже даже забаррикадировала выход к моим рабочим компонентам. Здесь у меня идет смесь раскисленного верхового и переходного торфа. Видите, он очень пушистый, воздухопроницаемый, очень влагоемкий. То есть, легко его будет смочить. И пеларгония любит вот такой рассыпчатый воздушный субстрат. Корневая система легко в нем укореняется, легко разрастается. Но торфа недостаточно. Почвосмесь должна быть питательной. И поэтому я буду использовать для приготовления почвосмеси вот такую хорошо известную нам добавку. Это цион. Для цветов натуральная питательная добавка без нитратная, без каких-то химических компонентов. Она пролонгированная. И сейчас то, что мы положим в почву грунт, будет достаточно до следующей перевалки для питания наших саженцев. Сколько нужно положить циона для полноценного питания любого вида растений? Вот, например, для горшечных культур, которые мы будем выращивать в контейнере в замкнутом объеме почвого грунта, достаточно для перевалки, пикировки, посадки, примерно 30 граммов на 1 литр почвогрунта готово. Не килограмм, литр. Я объясняю, что такое литр. Это вы берете литровую банку, насыпаете рыхлый почвогрунт, высыпаете в вас одну емкость какую-то и смешиваете примерно полторы-две столовые стандартные ложки, обычной без большой горки. Если вы положите чуть больше, ничего страшного. Переизбытка циона не нужно бояться. Пусть его даже будет больше, чем меньше. Он рекомендован даже для внесения большим объемом. Вот стандартная столовая ложка, вот обычная из наборов для питания, она объемом где-то в среднем 20 граммов. То есть я положила две ложки практически без горки. Без горки перемешиваю с почвосубстратом. Здесь у меня ровно 1 литр, чтобы вы видели, какой он у меня по составу, этот почвосубстрат получится. Он у меня в меру влажный. Видите, какой пушистый, рассыпчатый. И вот эти гранулы циона, кстати, это солидный натуральный минерал. Из него и вырабатывается вот эта наша питательная добавка. По сравнению с любым почвогрунтом, она превосходит его по питательности. Не содержит никаких гормонов роста, гербицидов, пестицидов, каких-то синтетических искусственных добавок. И работает по принципу ионного обмена. Я сейчас наполню контейнер примерно наполовину. И мы будем туда пикировать наши замечательные саженцы. Немножечко утрамбовываю, постукиваю. Видите, какой он пушистенький, прям рассыпчатый. И дальше, можно прям поставить даже в контейнер, и берем саженцы. Предварительно контейнер общий я полила в меру, чтобы корневая система была увлажнена. И потом беру вот такую маленькую лопаточку, можно вилочку взять или аккуратно пальчиками поддеть. Просто нашу пеларгонию аккуратненько отделяем с кусочком почвогрунта. Желательно, стараясь не потревожить ее. Можно взять руками или на ложечку поднять. Если объем рассадной тары позволяет, можно взять прям вот с таким комочком. Сейчас я вам покажу, какие корни у пеларгонии. Беленькие. Сейчас разверну в камере, и вы сами убедитесь. Стараемся почвенный ком не разрушать. Видите, корневая достигла дна рассадного контейнера, а это значит, что пора нам уже дать новый объем. И дальше беру снова цион, на ложечку поддеваю и опудриваю прям сам почвенный ком. Что значит опудриваю? Я его прям обсыпаю. Может даже немножечко прижать. Поставить в ложечку для того, чтобы вот эти вот кусочки кристалла циона прям налипли. И можно прям таким же образом поставить нашу пеларгонию в контейнер. Если циона, почва субстрата будет больше, ничего страшного. Прямой контакт циона с корневой системой прямо показан. То есть он должен контактировать. И наше растение будет питаться именно путем ионного обмена. Что это такое? Каждое растение выделяет продукты обмена в почву, и в том числе в воздух. Оно дышит, оно кушает, выделяет какие-то продукты обмена в почву. И таким образом выделяет кислоты, которые растворяют питательные элементы и всасываются уже корнями. И в результате вот этого ионного обмена получается питание по требованию, по запросу растений. То есть все, что ему нужно, наш замечательный пеларгоний, да и любое другое растение, возьмет непосредственно из грунта. Ничего лишнего. Столько, сколько нужно. В конкретный момент. Поэтому не бойтесь чуть-чуть побольше циона положить. Ведь я чуть-чуть припосаживаю, уплотняю. Грунт настолько рыхлый, настолько он хорошо распределяется. Немножечко постукиваем, распределяем почву грунта вокруг. Сильно не заглубляем. Семидольки усаженца должны быть на поверхности. Кладу чуть-чуть больше. Сейчас, когда мы увлажним почву грунт, он немного осядет. Кстати, поливаю я все свои растения в рассадном периоде в домашнем огороде талой снеговой водой. Сейчас есть возможность зима. Весной, ближе к весне, мы будем в огороде запасать снежок, встать в теплице. Держите ухо востро. Если поехали очищать снег с теплиц, не только забрасывайте внутрь, но если есть возможность какую-то тару снега сложить, обязательно это сделайте. Все. Видите, нашу пеларгонию, саженец, мы уже поместили в новый рассадный контейнер. У меня вот здесь уже в такой удобной аптекарской груши есть талая водичка. Я просто увлажняю по периметру стаканчиком. Видите, промыкает почвенный ком. На листочки стараемся не попадать, чтобы их не смачивать. Пеларгония не любит увлажнение по листу, не любит осадков, которые попадают. Поэтому если вы будете вращать пеларгонию в саду, на участке, на открытой местности, обязательно защищайте ее от продолжительных осадков. Не смачивайте лист при подкормке. Лучше сделать подкормки именно корневые, по грунту, чтобы она взяла питание от корней, если вы не используете цион. Кстати, если вы используете цион, никакие подкормки не нужны. Если у вас, допустим, приключилась какая-то напасть в виде вредителя, в виде заболевания, можно сделать обработку и по листу. И тогда не забывайте про внутреннюю сторону, потому что часто вредитель находится там. Самый злостный вредитель пеларгонии, особенно королевской, допустим, ангелов, плющелистных, это белокрылка. Пеларгония ее не переваривает, а белокрылка ее чрезвычайно любит. Поэтому, если покупаете новые растения, не обязательно проводить карантинные мероприятия. Если привозите пеларгонию из сада домой, тоже проводите ее через карантин, обрабатывайте. Если покупаете сильно, тоже обрабатывайте их, желательно, перед посадкой, и тогда ваша пеларгония вырастет здоровой. Вот посмотрите, мы посадили наше растение в контейнер. Добавили цион, субстрат питательный, пролонгированного действия в нашу почвосмесь, опудрили почвенный ком. Если получилось так, что вы свои растения декоративные, овощные, допустим, какие-то цветочные, уже посадили, а потом приобрели вот эту вот питательную добавку, можно провести подкормку и добавив ее сверху. Ничего страшного, прорыхлите. Вся информация на упаковке, по подкормке, по внесению вся есть. Она информативная. Кстати, вот эта добавка цион, она снижает стресс при пересадке, при неблагоприятных условиях, позволяет растению лучше укорениться, позволяет по запросу получать питание, развиваться полноценно и гармонично, и, соответственно, мы получим здоровое, красивое растение. И цветение у декоративных и цветочных культур наступает гораздо быстрее. Мы в этом с вами скоро очень убедимся. Посмотрите, какие у меня шикарные колюсы, какие яркие. Всю свою рассаду я сейчас стараюсь добавлять в цион именно при пикировке, потому что это очень удобно. При перевалке опудриваешь сразу ком, добавляешь в почву смесь, и вот такой шикарный результат. Кроме этого, хотела еще добавить по агротехнике пеларгония. Что нам не простит пеларгония, кроме резких перепадов температур, перелива? Это невыносимые, скажем так, условия в открытом грунте. Перегревание горшка и палящие лучи солнца, жара свыше 30 градусов. Если есть возможность, тогда лучше свои горшочки переместите, притяните, и чтобы у вас растение не сбросило лист, допустим, не пожелтел лист. Пеларгония чрезвычайно требовательна к трем элементам питания. Кроме всех основных, которые мы даем именно в комплексном питании, это калий, магний и цинк. Старайтесь, чтобы они обязательно присутствовали. Иначе у вас будет сброс листов, пожелтение, покрасение листа, а это, в первую очередь, нехватка вот этих вот элементов питания. Про большой объем горшка я вам тоже уже сказала. Про перелив тоже старайтесь, чтобы у вас почвенный ком был в меру подсушен. Перелив, он чреват хлорозами. В первую очередь, и недостатка магний дает нам хлороз, и перелив. Корни задыхаются, загнивают. Как помочь рассаде? Делаем глубокие проколы, засыпаем вермикулит, агроперлит. Мы это с вами уже все проходили. Повторяю, для новичков. И не мочите лист без надобности. Ну и что? Про главного вредителя мы с вами тоже поговорили. И еще, если у вас глинистая почва, старайтесь ее облегчить и мульчировать, чтобы у вас растения дышали корневостем, и тогда шикарное цветение вам обеспечено. В заключение хочу вам рассказать о своем эксперименте, который длится у меня уже, наверное, около двух месяцев. Все мои растения на подоконнике, как вы помните, переехали в комфортные условия горшка 4,5-5 литров. И развиваются, посмотрите, вполне себе успешно. Плодонозят, хорошие габидос куста нарастили. А по одному-два саженца у меня остались в горшочках, и я решила выращивать их без какого-либо применения, подкормок, по листу и под корень, только на ионитном субстрате. И вы посмотрите, перчик у меня вот есть. Объем горшочка 0,5 литров. Вам хорошо знаком этот объем. Он продавался во всех сетевых продуктовых магазинах. Я от пятерочки покупала. Посмотрите, не хлороза, лисень не скрочен, цветет и даже пытается подносить в таком скудном объеме. Здесь два саженца, два. Я вносила цион при перевалке из маленького стаканчика. Сейчас я вам поверну, чтобы вы оценили результат. Поставлю и покажу вам еще томатик. Здесь еще два у меня подопытных кролика. Вы скажете, Анна, зачем вы издеваетесь над растением, зачем вы их мучаете в таком объеме? Я просто за чистоту эксперимента. Посмотрите, два томатика в таком же объеме почвого грунта. И там тоже он растет только с ционом. Полив, досветка и цион. Все, что есть у этих растений. Не держите растения на голодном паке, если есть возможность использовать пролонгированные длительного действия добавки. Используйте, потому что, видите, растения на них хорошо реагируют. Вот такой чистый эксперимент. Поверьте мне на слово, он действительно работает. Томатик каменный цветок плодоносит. Здесь у меня перчик кеша. Видите, что плоды есть. И есть новые цветы завязи. Сейчас просто не самое благоприятное время для развития и плодоношения растений. Но даже в таком объеме почвого грунта замечательно растут у меня растения. Кстати, ционом я брала для овощей. Он идет для различных культур, но можно брать и универсальный. Для цветов я сегодня, напомню, использовала вот такой. Его же буду использовать и для посадки петуний. Скоро очень много будем сеть цветов, так что далеко баночку не убираем. Оставайтесь с нами, следите за нашим экспериментом. В комментариях пишите, какие цветочки еще посадите в этом году. Давайте делиться опытом. Обратная связь для нас очень важна. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok